Привет, Ютуб! Это заключительное видео по Метро Эксодус. Наверное, всем уже надоел подобный контент, но просто за эту тему проголосовало порядочно так человек. И поэтому сегодня мы поговорим о стелсе и об оружии Метро Эксодус. Как это связано между собой и что будет представлять из себя геймплей Метро Эксодус. Все это вы узнаете в этом видео. Но сначала немножечко рекламы. Заходите в мой магазин компьютерных игр добрдавгамис.ру. Там вы сможете выбить топовую игру буквально за копейки. Ну, в общем, ссылочка в описании. Сразу хочу сказать, что, конечно же, конкретной информации от разработчиков по этой теме маловато. Именно официальной. Но, как я уже когда-то говорил раньше, все большие нововведения и изменения, то есть, ну, чем будет отличаться Эксодус от предыдущих частей, мы можем узнать из дополнений, которые вышли после Метро Ласт Лайт. И в этом видео речь пойдет об оружии и стелсе. Как раз именно нечто подобное нам показали в дополнении снайперы к Метро Ласт Лайт. Стелс в Метро отличается от стелса в других играх. Я сейчас поясню на примере данного вот дополнения. В Метро стелс, он какой-то более агрессивный, нежели в других играх. Ну, то есть, уровни рассчитаны на то, что вы будете не обходить противников скрытно, а убивать их или оглушать. Ну, так, суть этого дополнения снайперы в том, что там вам дается выхлоп. Это такая бесшумная винтовка. И, кстати, этого оружия нет в основной игре. И с помощью снайперского огня вы должны убивать противников так, чтобы другие ничего не заподозрили. При этом вы несколько раз меняете позицию, и все это происходит на одной локации. И таким образом вы защищаете территорию. Сразу вот хочется отметить то, что до этого дополнения ничего подобного в Метро не существовало. Если вы вспомните все миссии из оригинальных частей, то ни в одной не было такого, чтобы вам давалась целая большая локация, ну, относительно такая открытая, для исследования. Ну, конечно, да, что-то подобное было в Метро Ласт Лайт на локации болота, там, где нужно было искать бензин. Но все равно это был довольно-таки линейный уровень. И в случае дополнения снайперы, это плюс ко всему еще и адаптировано под стелс. И это, на мой взгляд, один из основных элементов геймплея, который хотят реализовать разработчики в новой Метро. И почему я вот, собственно, и начал говорить про стелс? Потому что в подтверждении моих этих слов про стелс в трейлере новой части мы увидели арбалет, в котором меняются дротики. А значит, наверняка там будут и некие усыпляющие дротики, возможно. В общем, все становится более продумано и адаптировано под ваш стиль игры. Хотите экшен? Используйте различные автоматы, взрывающиеся дротики и тому подобное. Хотите стелс? Пожалуйста, используйте выхлоп и различные тихие дротики. Что касается оружия, мы увидим оружие, которое больше похоже на постапокалипсис. Если честно, то я не понимаю, почему в Метро Ласт Лайт разработчики сделали упор на реалистичное оружие. Вот лично, на мой взгляд, гораздо правильнее было бы продолжать работу над именно оригинальным оружием. Ну, это, к примеру, тот же ублюдок из первой части или дробовик из велосипеда. Да и я думаю, вы со мной согласитесь, что это, пожалуй, некая визитная карточка метро. То, что отличает игру от других. И, судя по трейлеру, разработчики работают именно в этом направлении. В некоторых шутерах есть такая вещь, которая лично для меня имеет огромную ценность. Это было в Сталкере, но этого не было ни в Метро 2033, ни в Метро Ласт Лайт. Это траектория полета пули. То есть, когда пуля летит не по прямой в ту точку, куда вы стреляете, а на нее действуют различные факторы окружающей среды. К примеру, такие как ветер, да, или расстояние большое. И это было добавлено в дополнение снайперы. А значит, это будет и в Метро Эксодус. Да и при том, на больших локациях, думаю, это будет одним из самых интересных аспектов игры. И в конце этого видео я хочу подвести небольшой итог. Конечно же, разумеется, что немного трудно находить какую-то информацию и рассказывать об игре, которая еще не вышла, согласитесь. Но вот лично я жду от Метро Эксодус, так вот, скажем, в рамках темы этого видео. Первое это стелс. Второе это новые постапокалиптические пушки, типа тех, которых мы видели раньше. Ублюдки там различные. И третье, третье, да, третье это стелс. Да, я очень люблю стелс. Ну, в общем, на этом у меня все. Всем удачи и пока.